В эфире новости для радости. Отличные новости для владельцев кошечек и котиков. Наконец-то разгадан секрет кошачьего языка. Как правильно общаться со своими питомцами, расскажет наш корреспондент. Вчера я увидела тикток мужика, который научился говорить по-кошачьему. Пробуем. К новостям экономики. Наконец-то озвучен простой и стабильный способ заработка. Смотрите, как зарабатывать, не выходя из дома. У меня крупная фирма по производству шерсти. Сейчас я расскажу. Я точно так же с нуля начинал. Сейчас у меня обороты уже по 2 миллиарда в месяц на все страны распределяются. Как так получилось, тоже работы не было. Думал, где деньги взять. И дома у меня муха ЦЦ была. И через балкон залетел якутский шмель. И они друг друга видели, влюбились сильно. И спарились. И все потом сложилось так, что у них потомство вывелось. И потомство, это мухи шерстяные. И все. И мухи шерстяные начали плодиться. И они такое свойство еще имели. То, что каждую неделю они линяли. И шерстку шерстяную скидывали. И все. Я смотрю, по 50 килограмм где-то примерно. На балконе они там летают. По 50 килограмм скидываю. По 300 рублей за килограмм. Вот по 15 тысяч получалось первые пару месяцев. Потом уже производство я свое открыл. Поэтому так же пользуйтесь. Разводите шерстяных мух. Зарабатывайте. Если вдруг вы думаете, что у вас беспорядок в квартире. И вы не знаете, как избавиться от старых вещей. Посмотрите следующий сюжет от нашего специального корреспондента. И вы поймете, что вам делать. Так, это пустая коробка от пылесоса. Хороший картон. Она потом мне нужна будет. Очередная пустая коробка. Не буду выбрасывать. Она мне потом понадобится. Можно что угодно в нее упаковать. А эта штука не работает уже 7 лет. Вдруг понадобится. Оставим. Можно же починить в конце концов. Пакетик из ЦУМа. Как его можно выбросить? Не буду выбрасывать. Хоть и подделка. Ракетка. Уже давно осталась одна. Буду играть в теннис сама с собой. Какой хороший штатив. Он давно испорчен. Ничего страшного. Не буду выбрасывать. Калькулятор советских времен. Вдруг я открою магазин. И мне он будет нужен. Оставляем. Рамка для картин. Как можно такое выбросить? Вдруг я начну рисовать. И мне эта рамка будет нужна. Абсолютно новый пояс. Хоть и мал мне. Все равно оставим. Жалко выбрасывать. Детский конверт на выписку. Вдруг я решусь родить. Ой, я же беременна. Совсем вылетела из головы. Соль для ванны, которая пролежала 3 года. Но в новой квартире у меня нет ванны. Все равно оставим. Бодик так жалко выбрасывать. Оставлю для внуков. Внуки будут точно рады. Все это мне нужно. Что мне из этого выбросить? Не спешите выбрасывать. Возможно, ваши вещи пригодятся для современного искусства. Наш специальный корреспондент побывал на выставке и поделился своими впечатлениями. Детский конверт на выставке. Прекрасная новость для тех, кто любит покушать на ночь. Оказывается, это самый лучший способ похудеть. И чем больше ваши порции, тем лучше, тем быстрее добьетесь результата. Красивое и подтянутое тело. И при этом вы себя не ограничиваете. В этом секрет. Об этом смотрите наш сюжет. 41-летний американец Блейк Нортон разработал собственную диету. Смысл ее в том, что нужно есть один раз в сутки, на ночь. И очень калорийно. Ваши порции должны быть просто гигантских размеров. Нужно заниматься спортом и есть все, что душе угодно, но лишь один раз в сутки. Перед сном. Тысячи последователей Блейка по всему миру получают результаты и худеют по его методу. Кандидат в депутаты в Государственную Думу показала, что она сделала со своей внешностью до и после. Если она смогла себя так улучшить, то что уж говорить о стране. Послушаем ее предвыборную позитивную речь. Буду работать в Госдуме, я это уже решила. Милые мои, три года подряд в стране происходит. Какие-то небылые, милые, все исправим. Потому что на духовном уровне не разбирали проблему, разбирали только документские. Милые, будем то, что я решу, то мы поднимемся. Давайте. Мой лозунг. Меняйся, не стой на месте. Милые мои. Мое до-после всем видно? Милые мои. Голосуем. Видите, я под... И то, что... То, во-первых, на должностном лице должен выглядеть человек внешние данные. Это были новости для радости. Увидимся в следующих выпусках.